приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео поговорим с вами про новости события 2 половины августа в игре мир танков но в начале традиционно показывают трех победителей по 500 золота из прошлого видео если вы играете на рубай регионе под этим видео тоже можете оставлять комментарии в конце не забывайте никнейм ники пишите правильно иначе золото не получите также не забывайте ставить лайки и подписываться некоторые новости которые не входят в видео можно прочитать на бусте ссылка в описании и так что же нас ждет во второй половине августа в наших танчиках 17 августа стартует общий тест обновления патч 1.22 вы же еще помните что нас в нем ждет игровой режим полигон будем с ботами отдыхать от игры новая ветка британских колесных средних танков добавляет лишний повод отдохнуть от игры тренировочная комната с измененной экономикой боевой пропуск ход конем в этом видео мы еще поговорим о нем натиск новый сезон огниный волк ребаланс карт ребаланс танков ангар на день танкиста танковая академия и учебный полигон это то что нас ждет в патче 1.22 который можно будет уже опробовать на общем тесте 17 августа 18 августа 7 утра по 21 августа 2359 мск 3 конструкторское бюро на компанзер 07 готовьте 60 тысяч золота либо кучу остальных ресурсов чтобы получить чифтейна с броней 240 в башне это конечно немного шутка те легендарные танкисты которые думают что это немецкий чифтейн ошибаются в том что у чифтейна даже при довороте башни брони в башне много а вот у компанзер 07 не вздумайте башню доворачивать там сразу во лбу становится приведен к 240 и вам любой рандомный лёшка с кулака пробьет вам башку и ваш чифтейн немецкий отправится на помойку держу в курсе изучайте коллижен модели танк в целом неплохой но до чифтейна он не дотягивает если у вас много лишних ресурсов его можно взять но если вы прям через силу и вы собираетесь брать это занятие странное но танк в принципе нормальный прям другое слово не подберешь но нормально это не имба это нормальный 21 августа в 3 часа ночи по мск заканчивается 4 дополнительная глава песня о зубре на 56 тп я надеюсь его апнут если не апнут это самый ненужно полученный непонятно зачем танк разве что если вы бесплатно получили играя каждый день по 5 часов можете сдать его в трейд-ин и выбрать другой бесполезный танк хотя иногда если прям все танки в трейд-ин изучить можно найти полтора нормальных танка с 21 августа по 3 сентября летний ивент маневры на гк судя по видосу который я выпустил про эти маневры я два раза про него делал видео танкистам вообще это не интересно каждый раз про кланы когда идет речь танкистам просто наплевать вот им новый танчик посмотреть гайдик на какую-то новую имбу какие-то тайны расследования открутки по открутке это им что-то там интересно все что с кланом и связано вообще максимально танкистам по барабану честно говоря про клановые движухи делать видосы больше вообще желания нет это самые непросматриваемые видосы они не нужны никому даже видео про карты смотрят больше чем эту фигню мне кажется что в целом клановая движуха провальная и ее нужно либо реконструировать во что-то нормальное либо просто похоронить с 25 по 27 августа шквальный огонь в аркаде запуск на выходные я первый раз прочитал не шквальный а школьный хотя как раз 27 августа в самый раз сколько можно эту аркаду запускать я не знаю но в этот раз я так понимаю это будут автопулеметы а в начале следующего года возможно они у нас уже где-то там появятся с 30 августа по 5 сентября второй запуск линии фронта да да всего лишь на одну неделю на одну неделю линия фронта ваш любимый режим который я не играю вообще для меня это супер нудная фигня стальной охотник там месяцами подрубают а вашу любимую линия фронта на недельку почему так на самом деле линия фронта дает много серебра с которым потом люди приходят в рандом и его ломают я бы честно говоря тоже линию фронта под душил мне кажется куда-то линия фронта пошла не в ту степь польза для игры в ней не сильно густо играть в нее мне лично вообще не интересно может быть еще в нее можно было поиграть первые разы но сколько лет можно играть в одно и то же она уже не интересно не разнообразная я вообще в это играть не хочу но танкисты в нее еще лет 70 бы играли 1 сентября в 3 часа ночи по мск исчезнут боевые задачи праздничный торт на получение праздничного танка а и мы с 13 fl 11 к 13 дню рождения танков теперь покажу картинку вам про огненного волка у варгеймена там вроде феникс какой-то у нас огненный волк мне лично вообще не принципиально шоу волк шоу феникс теперь посмотрим новые 3d стиле для 12 боевого пропуска я так понимаю 6 сентября он стартует и 6 сентября вроде как я так понимаю выйдет патч 1.22 вроде как еще нигде никаких дат нету но насколько я понимаю 6 числа оно должно все выйти поскольку с 6 числа будут начислять там остальные какие-то стиле что-то начинается с что-то заканчивается логично что в этот день выйдет какой-то патч из-за чего все это и начнет начисляться поэтому я сделал вывод что все стартует 6 числа так вот посмотрим на 3d стиле три танка которые будут главными в этом боевом пропуске это в с 132 1 к 91 и бачки лед 25 т что можно сказать про эти 3d стиле это наверное одни из самых шикарных 3d стилей во всей игре таких 3d стилей никогда не было и это реально можно назвать стилем до этого те 3d стиле которые делали это даже стилями не назвать в них не было ни души какой-то не стиля реально от слова стиль это когда танк можно отнести к чему-то какой-то тематике когда он стилизован под разные какие-то там тематические вещи они просто там пулемет на пол башни куча мусора любого на танке и какой-то там камуфляже под этим всем мусором это не стиль это просто куча пикселей насыпали кучей как попало это полная хрень и такую хрень делали многие годы там буквально некоторые танки хоть на что-то были похожи остальные мне честно 3d стиле в танках не особо то нравится как по сути 2d стиле большая часть 2d стиле это мазня а большая часть 3d стиле это просто кучей пулеметов с кучей каких-то балалаек труб бревен и остальной чепухи вот это реально 3d стиле также на них впервые есть какие-то подвижные элементы все очень стильно красиво это реально обалденно это новый уровень 3d стилей прямо не шагнули вперед и эти 3d стиле будут у нас у лесты на ру регионе у варгейминга там будут свои 3d стиле я даже не смотрел какие они если не такие же как и были набор хлама и пулеметчиков то это полное днище как и было всегда если 3d стиле так и продолжит в таком же темпе если вот эта планка которую леста задрала продолжится то это будет невероятно круто стиля но на той стиль чтобы танки они как-то к чему-то относились чтобы они на что-то были похожи все были выполнены в какой-то тематике они просто звездолет пулемет и куча барахла хотя бы понятно зачем эти боевые пропуски проходить до конца потому что я вот эти 3d стиле получаю даже там некоторые танки уже по несколько 3d стиле есть мне не вообще не нужны честно не тот не прошлый не этот они мне даже большая часть не нравится они еще часто повторяются захламляются однотипными пикселями уже просто не надоели пишите свое мнение в комментариях как вам новости не забывайте в конце комментарии писать никнейм подписываться ставить лайк и залядовать на допустим если нужно больше новостей с вами был варсочка играть красиво всем удачи пока